Так, добрый вечер, друзья. Всем здравствуйте. Здравствуй, Бата. Сегодня вечером у нас тема самооценки. Наверное, она понравится всем, потому что время от времени хорошо подумать о самом себе. Выделить время, внимание, мы вчера говорили, выделить самому себе и подумать, кто я такой. Итак, мои друзья, я вас приветствую. Вечерний понедельник у меня, город Лазгород, Услава Бомосовича, Божена Бата. Давай поприветствуем тех, кто присоединяется. Извини, я немного отвлеклась. Всем здравствуйте. Очень рады снова видеть. И надеемся, что сегодняшняя тема тоже будет всем интересна. Тема одно слово самооценка, потому что включается, на самом деле, в эту тему очень много. И мы постараемся посмотреть под разным углом. Мы привыкли оценивать, что это низкая самооценка. И вот люди привыкли, когда низкая самооценка, значит, надо ее как-то поднимать. Но на самом деле это очень сложный вопрос. В эту включается намного больше, наверное, если речь идет, это так легко не объяснить. И у кого-то нужно поднимать самооценку, а кому-то нужно занижить, потому что у кого-то может быть тоже завыжена самооценка. Вообще, я хочу сказать, что мне слово самооценка не очень нравится. И почему мне оно не нравится? Потому что сразу вызывает мысль о том, что мы оцениваем. В данном случае себя. Но когда мы что-то оцениваем и себя оцениваем, обычно это не в пользу. Обычно, если говорим о себе, может быть, других или что-то, какой-то предмет, может быть, мы оцениваем даже лучше. Хотя, если мы себя не очень хорошо оцениваем, то обычно это тоже относится и к другим. Что у нас, может быть, какие-то завышенные ожидания, и оцениваем какие-то действия, и людей самих по себе тоже не очень высоко. Но это лично мое мнение. Ну, а вот тебе не кажется, что это как раз взгляд человека с низкой самооценкой? Если ты говоришь, обычно мы еще себя оцениваем, то это не очень хорошо. А откуда такой взгляд? Почему ты говоришь о других? Почему я о других говорю? Потому что я много об этом читаю и слушаю, и знаю, что это тенденция такая на самом деле. Думать о себе плохо? Не очень хорошо? Да. Но это интересно. Но я в чем-то согласен, потому что сказал, что обычно, когда речь идет о теме самооценки, то сразу в контексте, как поднимать самооценку. Значит, да, у многих людей, наверное, так и есть. Просто мы в последнее время настолько привыкли вот в таком угле, под таким наклоном смотреть. Например, когда мы читаем о Библии, то там речь идет о том, что осуждаются в высокой мере. И таких людей тоже немало, что есть. Но это тоже связано с самооценкой. Как ты думаешь? Это уже завышена самооценка с высокой мере. Человек гордый, который смотрит с высока на других. Это же проблема. И таких людей тоже немало. Я согласна, да, это так. И в таком случае люди думают о себе больше, чем на самом деле должны думать. А сколько мы должны думать о себе? В меру. Это как? Я думаю, что, во-первых, о себе каждый должен думать хорошо, да, то есть, чтобы к себе относиться с любовью. Да, мы много раз говорили о том, что мы должны уметь себя любить, да. Но мы знаем, что любовь вообще как такова может быть разной. И можно, как мы, например, обсуждали тему безумной любви, да. Без ума, то есть неразумно любить кого-то, в том числе, например, себя. Я думаю, что когда люди думают слишком много о себе, то они вот как раз и проявляют к себе вот эту безумную любовь. И это чаще всего касается вот людей с нарушением вот... Это называется нарцистическое нарушение личности, да, что они действительно чуть ли не влюблены в себя самих и соответственно относятся к себе и к другим людям. Ну, получается, с моей точки зрения, должна быть у нас оценка соответствующая действительности. Не то, что хорошо, плохо, а вот столько, сколько есть на самом деле. Должна быть правильная самооценка. Я даже услышал сегодня такую мысль от нашего парикмахера. Он сказал, что где-то Фройд такое сказал, что человек болеет психически тогда, у него отклонения. Они размером вот в это отличие, чем больше человек думает о себе не так, как он есть на самом деле, тем он больше страдает и болеет на самом деле. А то человек здоровый, эмоционально и психически, он должен думать о себе так, каким он есть на самом деле. Но это очень редко, потому что, я думаю, может, в общении существуют такие люди, которые бы хорошо себя знали и оценивали себя такими, какими они есть. Ну, вообще, откуда тогда берется вот эта самооценка, да, или вот какой-то определенный взгляд на себя? Ну, у нас есть мнение о себе, так как мнение о других людях. Только как... Но когда оно начинает формироваться, вот этот вопрос? Ну, оно мы тоже получаем в подарки. К сожалению, это так. Я вот тоже думал не то, что мы выбрали и оценили самому, а нам внушили самооценку. Если сейчас наши дорогие слушатели и зрители слушают и смотрят, то, наверное, слышали о таком методе, как можно просто внушить себе, повышать самооценку методом внушения. То есть так, как нам, например, ошибочно воспитываясь такими, но неаккуратными высказываниями, да, а сравнивали нас с другими, называли какими-то некрасивыми словами. Ну, типа, ну, я не знаю, тут называть или нет, но просто тогда у нас могла, там, ты глупый называли, ну, не знаю. И тогда может быть оценка у человека, он сам себе оценивает, что он глупый. Да. То есть какие еще там, как детей еще называют? Паразит. Да ты что? Еще. Ты имеешь в виду неположительно какие-то? Ну, потому что это чаще всего, как мы заметили, и обсуждается. Но хотя и другие есть крайности, да? Ну, глупый, плохой, паразит, ты мешаешь, ты... Вот это простое выражение, да. Хотя вроде кажется нормально, там даже какой-то оценки нет, ты глупый или умный, да. Но вот мне оно уже не нравится. Вот если ребенок много раз слышит, он просто принимает этот такой лозун, это становится его установкой, что он другим мешает. Он мало важный, вот это уже влияет на самооценку, что он... Другие взрослые домой, в дом, и они важные, родители их слушают, а ты уйди, тут взрослые разговаривают, ты мешаешь. Вот они важные, а ты... А ты нет. А ты нет. А ты нет. И поэтому тут, значит, появляется эта самооценка. И тут тоже появляется сравнивание себя с другими, да? То есть, кто они такие или какие они, что они важнее меня, что на них обращается больше внимания. Но если мы уже говорим о сравнивании, то таким же вредом может быть, когда родители говорят, ну почему же ты не делаешь так, вот видишь, как Маша, да? Вот видишь, Маша умеет хорошо. Бери с ней пример. Хорошая девочка. А ты нет. Даже если в одной семье братья и сестры, да? Вот смотри, как вот Катя делает. А ты, Танюша, почему ты так не поступаешь, да? Вот бери пример со старшей сестры или там уступи ей, потому что, видишь, она умнее, она более талантливая, да? И смотри, в одной семье вот даже среди детей Катя, да, ты назвала, постарше. Да. Она слышит, что ее называют, смотри, какая умная Катя, бери с ней пример. И у Кати повышается самооценка. И Катя начинает все сходить из рук, потому что в семье она пример, это на нее парцем показывают, что вот другие дети должны учиться. И она начинает гордиться вот этим. И начинает чувствовать, что вот если даже плохое что-то сделать, все равно мне сойдет из рук, потому что я же хорошая, я же классная. Это вот, это становится установка. У одного будет слишком высокая самооценка. Человек будет гордый, высокомерный, возможно, от такого воспитания, когда начинают сравнивать. Но вот это, видишь, мы вернемся откуда берется самооценка, потому что нам ее, ну, подарили вот так воспитанием. Да. Она появилась у нас во время вот первых годов нашей жизни. И я потом, вот такой есть популярный метод, что можно себе внушить лучшую самооценку. Ну, говорить себе хорошие вещи. Я умный, я классный, я все могу. И люди, которые повторяют много-много, могут себе это внушить, даже обманом можно что-то. То есть, помнишь вот это правило, что если там сотни раз скажешь «вош», то люди поверят, в конце концов, от самого этого внушения. Да. Но речь не об этом. Я бы сегодня хотел сказать, что это очень такой, ну, это какой-то способ, но на самом деле, наверное, это действует на короткое время. Это может нас так просто поднять на мгновение, если уже. Но это такое тоже из области самообмана. Разве нам это нужно? Или это будет на самом деле эффективным способом? Самообманывать себя не нужно, потому что я думаю, что если мы внушаем себе то, что не является правдой, то на самом деле на подсознательном уровне мы понимаем, что это неправда. Поэтому я не думаю, что это надолго получится. Давайте посмотрим. Если мы видим человека с нашей точки зрения другого, мы должны к другим относиться. То, как к другим относимся, мы можем относиться к себе. Вот мы видим человека, который что-то делает. Он видит такой образ жизни, что это вызывает наше уважение. И этот человек, если мы его уважаем, мы оцениваем его высоко внутри. То есть мы видим его образ жизни. И мы его таким образом оцениваем высоко. И сейчас мы можем посмотреть на себе, как я живу. То есть я хочу показать, что наша оценка строится тоже на том, как мы сами к себе относимся. То есть мы утверждаем себя в этой низкой самооценке или мы можем ее менять потихоньку. Но, к примеру, если у человека есть самодисциплина. Он по утрам там делает зарядку. Мы же относимся с уважением к такому человеку. Молодец. Вот я уважаю. Хороший поступок. А я за что себя буду уважать? Ну и что сделать в таком случае? Вести такой образ жизни, чтобы сама мог к себе испытывать уважение. Это такая заслуженная самооценка. У меня будет хорошая самооценка. Потому что она обоснована на том, что я соответствую такому образу. То есть этого самоообмана нет. Нет просто внушения, что я классный. А вот у меня есть на самом деле поступки, правила, нормы, которых я придерживаюсь, которые заслуживают уважения. Которые ценны, знаешь, в обществе. Да. Мы сегодня относимся к комментариям или нет? Я просто немножко... Как нет? Как нет? Мы только ради этого и все делаем. Если есть, то давай читаем. Да, я сейчас тут немножко пробежалась по комментариям. И, например, здесь еще относительно того, какой подарок дают родители своим детям. И, да, насчет самоуважения, это тоже тут присутствует один из комментариев, что самооценка берется из степени самоуважения. Но раньше кто-то, когда мы говорили о том, как родители к детям говорили, да, что ты глупый, там, поразит и так далее, и тут тоже, что ты ничего не добьешься в жизни, да, или ты никто. Ну, это вообще ужасно. Когда ребенок мечтает, он говорит, хочу стать манавтом. А они, да, нет, придется тебе сварщиком стать. Это манавтом, это в других семьях. Вот они обмамывают его мечты. Вместо того, чтобы, да, давай. Но здесь еще я отметила один из комментариев, что насчет, когда мы говорили о том, что родители, бывает, говорят, что вот вы сейчас дети, тут вам не место, вот сейчас взрослые разговаривают. Я думаю, что к этому именно комментарий я относился, что это субординация, тут взрослые, а там дети. Поэтому ребенок должен знать свое место. Что скажешь об этом? Да, но просто слова можно сказать другие. Мне показалось… В основном высказывании, что он мешает. Да, но мне показалось вообще… Он мешает, не то, что мы сейчас разговариваем, когда ты будешь играться, нам будет трудно общаться. Можешь играться в другом помещении. То есть там нет этого высказывания о том, какое место этот ребенок занимает в семье, что он лишний. Имелось в виду просто само обращение к нему, что ты мешаешь. А еще было бы сказано, слушай, когда играешь с мячиком, или взрослые хотят поговорить, у нас свои темы, ты можешь пройти там, в другое помещение. Это по-другому. А когда ты мешаешь, как будто ты лишний. Мне хотелось обратить внимание на саму формулировку наших высказываний в адрес детей. Они могут быть неправильными. То есть это не то, что ребенок должен присутствовать вместе с нами. Нет, он должен знать свое место. Но можно это сказать другими словами, чтобы не оценивать его личности. Да. Просто я вспоминаю такую ситуацию в своей жизни, когда вот так говорили, что тут взрослые, идите там, поиграйтесь в другой комнате. И потом, когда я уже подросла, и в принципе была в таком возрасте, когда могла уже участвовать в таких разговорах, то есть сидеть в принципе в кругу взрослых людей, а я уходила в тот момент. И помню, мне родители говорят, ты останься, давай поговори. Нет, я уже не хочу. Тут же взрослые. Да, то есть как бы настолько вот закладывается то, что мы все-таки разные, да, и что мне здесь не место, что уже потом даже и не хочется, потому что ты не чувствуешь себя вот как бы, да. Хотя можно было уже чему-то научиться взрослых, да, хотя бы послушать, то есть как бы… Не всегда же секреты какие-то обсуждаются. Да, 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 то есть действительно это важно. И мне еще показалось почему-то, что слово субординация здесь не очень подходит в отношениях семейных. Что может я не права, да, может я не права, но я может не до конца понимаю значение этого слова, но мне больше ассоциируется это слово с армией или с какой-то компанией, в которой директоры и работники, и там, конечно, отношения совершенно другие, но семья – это очень теплые отношения, это то, что мы строим, да, вообще, личность нового человека, если в ней есть дети, и мы должны понимать, какая ответственность лежит на нас, как на взрослых людях, чтобы помочь расти новой личности, которая понимает, что она ценная сама по себе, не потому что что-то делает, как-то себя ведет. Поведение человека на самом деле цену его не уменьшает и не увеличивает, да, потому что он ценен сам по себе, он просто может, как сказать, ну, может быть, я неправильно сказала до конца, потому что может повлиять на как бы ценность человека, допустим, как работника, как партнера жизненного, да, но как бы не должны тоже из-за этого определять человека, как плохого или хорошего, да, если он поступил неправильно или правильно. Это важно, что люди очень часто оценивают личность, ребенок что-то сделал, говорят, он плохой, почему ты плохой? Он же хороший, самый классный, наш любимый, дорогой мальчик, долгожданный, родился, и теперь что, он плохой, ненужный и лишний? Вот этого они, в ракии они так думают, родители, просто это необдуманные слова, и поэтому я говорю, что это рождение ребенка, это не прокормление его, воспитание – это очень трудная задача, это вот просто умение пользоваться языком, потому что в армии там простая субординация, то есть там первым текстом говорится, там есть приказы, которые не обсуждаются, но в семье есть эта герархия, потому что там есть глава семьи, есть там мама, родители, есть дети, то есть там, конечно, должно быть подчинение, уважение к старшим, я это все понимаю, я согласен с этим, но там можно другим языком все это сказать, то есть постараться сделать это с любовью, воспитывать так, чтобы отношения были теплыми, потому что там необязательно в армии теплые отношения между там, знаешь, подчиненными и начальником. Но вот здесь вернемся к твоим важным выводам, что вот это самая главная ошибка, когда оценивается не поступок от человека, кто-то сделал что-то плохое для ребенка, и мы называем это плохим, плохой он. И сейчас, когда мы растем, и многие из нас выросли на таком воспитании, я хочу обратить внимание, что мы очень часто говорим о человеке хороший или плохой. А кто мы такие, чтобы оценивать такими категориями человека? Это же Бог, судья. Это праведный и неправедный. Есть такое высказывание в Библии. Но это что, для нас, чтобы мы оценивали, кто праведный, кто неправедный? Мы слишком мало знаем о человеке. То есть мы можем оценить, что человек, он это сделал, но не хороший поступок, да? Плохой. Но мы не знаем на самом деле, как человек, он хороший или нет. Это единичный случай. Почему он так сделал? Он осознавал, что делает или нет? Мы много вот этих аспектов не знаем. Это как в суде рассматривается, там ведется иногда расследование годами, чтобы определить, человек виновен или нет, и чего он там заслуживает. Потому что это очень сложно. Так что намного лучше не разделать людей на праведных и неправедных. И вот почему тебе слово оценка не нравится? Мы это тоже начали обсуждать. Самооценка, высказывание. Потому что у меня сразу ассоциации со школой возникают. И я не знаю почему, но лично мне приходилось очень много делать того, что мне не хочется, чтобы получить хорошую оценку. Потому что я считала, что если я эту хорошую оценку не получу, то я плохой ученик, плохая дочь. И учителя почему-то в стабе оценки, они оценивали на самом деле даже не наши знания, а нас самих. Даже в твоем высказывании хорошая оценка. Это какая хорошая оценка? Ну да. Ну пятерка, допустим. А четверка? Да, только. Нет, это уже нехорошее. А у тебя так было? Да. А у меня по-другому было. У тебя тройка была хорошая, да? Да. Это класс. А четверка уже вообще я мог. Смотря с чем сравнивать. То есть ты завышенная планка и ты показываешь, что ты можешь, значит тебя уже требуют. Да, вот. Ну вот это, смотри, я сразу. Ошибка, наверное, в каким-то опять, как это называется, программу обучения, да? Которая вводится. Если называть их хорошие и плохие оценки, то человек, раз получил плохую оценку, значит он плохой. Да. Да. Я вот когда-то говорил в спорте, что мы вот так оцениваем спорт игроков. Они все стараются. На Олимпиаде выступают самые-самые лучшие специалисты там, да? Которые всю жизнь посвящили тренировкам. Они до перфекции, перфекта. Нет, что-то мы с русскими сегодня не укладываются. Они почти до совершенства довели свое мастерство. Например, гимнастики, фигурное катание. И люди смотрят по телевизору. Я говорю, фигурное катание это такая восточная культура, да? Я помню, у нас дома тоже мы смотрели и оценивали. Сидели и вот кто, у кого будет высокая оценка, а у кого нет. Если кто-то сделал ошибки, говорили, нет, этот плохой, а вот этот хороший. Вот там очень несправедливо. Вот оценивать того, кто третье место занял, что он плохой. Представь себе, он столько лет работал, все равно оценили, что он плохой, не лучший. Где-то вот в нашем воспитании в обществе просто так получается, что мы людей, а что там за человек? Нет, он хороший человек. А что это говорит о человеке, что он хороший? Что он добрый, но вот у него там что-то там есть. Но на самом деле мы можем оценивать его. Вот я хочу вот к этому перечить, что самооценка должна касаться разных областей нашей жизни. Вот мы должны себя анализировать и скажем, он мастер на пятерку, скажем. А дисциплина у него хромает, он опаздывает на работу, он забывчивый. Но когда он не забывает, то работает довольно хорошо. Но это уже, по-моему, оценка нормальная такая. Не же хороший, плохой. Но мы видим конкретную информацию о человеке, кто он такой. И то же самое мы должны о себе вот так оценивать. Когда речь идет о самооценке, мы должны посмотреть, кто я на работе, как я выполняю свою работу. Речь идет не только о знаниях моей профессии, а о само дисциплине. Уважение к начальнику, уважение к сотруднику. То есть вот эти разные моменты, которые складываются на то, что можно оценить меня на работе. Это только работа пока. А потом, какой я семьянин? Как я отношусь к жене? Как я отношусь к детям? К своим обязанностям семейным. Это, смотри, опять много-много ситуаций, которые я могу оценить высоко и низко, а не то, что я хороший отец или плохой. Вот в таких просто категориях. Я просто здесь извини, отвлекаюсь на комментарии, которые появляются все время. И здесь, например, один из последних, что да, в школе учителя тоже влияли на нас, оценивая либо положительно, либо отрицательно. И иногда это было несправедливо. Я полностью согласна, что именно так, к сожалению, было. И это потом влияло на нашу взрослую жизнь, какими мы считаем себя работниками, какими вообще людьми. А дальше очень интересный комментарий, что если девочка получила плохую оценку, ее нужно похвалить за то, какая она красивая. Тогда самооценка девочки не будет страдать. Ну да, например. За то у нас песня красивая. За то, что старалась. То есть как бы то, что сами старания должны цениться, иметь свою ценность, а не то, как оценили результат. Да, мы уже об этом упоминали. Но раньше один из комментариев был, что делать, если у родителей занижена самооценка, то как они могут... Они не могут. Они не могут, да. Не могут. Они это сделают в подарке своим детям потом. Но насчет вообще учебы в школе, знаешь, это тут сложная тема. Это вообще отдельно, наверное, нужно было бы сейчас посвятить на это. Например, в последнее время даже учителя, они же определяют, кто умный, способный, мудрый мальчик или нет. То есть они это рассматривают. Но программа, которую они вынуждены использовать учителя сегодня, которая связана с тестами, она ограничивает мышление, развитие людей. То есть сегодняшняя программа обучения, она опять делает нас тупее. Раньше она была более эффективной. Когда дети должны были высказывать свое мнение, размышлять, делать выводы. А сегодня... Знаешь, я такой тоже тест слышал, когда спрашивают даже друзья друг друга. Вот у меня хорошее настроение, давай тебя, Бата, приглашу в ресторан. Какую кухню ты выбираешь сегодня? Куда пойдем? Ну, я сейчас тебе вопрос задам. Ну, я вот задумалась. Ну, давай итальянскую. Молодец. Потому что знаешь, что обычно сейчас отвечают? А какие есть варианты? Понимаешь? Турецкая, китайская кухня, итальянская. А, ну тогда китайская, понимаешь? То есть вот люди уже сегодня, которые новые поколения... Ты у нас старого поколения умная девушка. Смотри, молодое поколение, оно уже так отвечает. То есть даже это перешло в нормальную жизнь. Они могут выбрать, в какой ресторан пойду из возможного выбора. Там есть пять вариантов ответа, и они выбирают. А когда человеку сказать нужно собственное мнение, что мне хочется, они уже люди не умеют. И то есть вот результат этого современного обучения. Все на тестах на три варианта ответа. И это нас притупляет. Потому что я говорю, что процесс учебы современной – это другой момент. Но то, что наверняка, все согласны, тут зрители, комментарии об этом говорят, что это влияет тоже на самооценку. И там допускается много ошибок в этом. Что одному человеку поднимается самооценка. Кто-то вот первый день там понравился воспитательнице, она его посадила на первые партии вот этой там. И она всегда за ним... Понимаешь? Все сходило с рук. Любимый ученик появляется. А вот есть такие, которые сидят там в конце, хулиганят, которые не нравятся почему-то учительнице, да? Ну, знаешь, мы можем пойти дальше. Почему вот очень важно иметь эту правильную самооценку и как ее иметь? Ну, правильная – это как минимум, ну, такая нормальная. То есть не завыженная, не заниженная. То есть мы тогда видим свой потенциал. Мы знаем, как себя использовать, какое наше предназначение. И вот мне почему хочется, чтобы у нас была достаточно высокая самооценка. Потому что получается, что мы берем от жизни столько, насколько мы сами себя ценим. Хочу вот эту мысль сейчас подчеркнуть. И вот факт, что есть люди среди нас и наших случаев. Я тоже наблюдаю на наших тренингах, потом люди там высказывают, и когда кто-то начинает о себе отрицательно высказывать, это слышно, да? Я себе там за что-то не люблю, ненавижу. Это проскакивают такие слова. И мне кажется, ну, не кажется, ну, я убежден в этом, что человек получает от жизни столько, насколько он сам себя ценит. Ну, представь себе, ну, ты оставляешь товары на полке в магазине. Есть высокая полка и там дорогие товары, средний уровень, низкий уровень, да? Да. То есть понятно, что чем выше цена, то значит это товар высокого качества, да? Среднее качество и низкое качество, или бракованный товар. Если человек о себе думает как о бракованном товаре, я неполноценный, другие лучше, а я самый хуже, вот в таком духе, если человек о себе думает, то он сам себя ставит на низкую полку. И он идет на работу, говорит, мне зарплата такая и такая, достаточно. То есть даже он не пойдет в компанию, где высокие зарплаты, потому что он сам себя не считает достойным этой зарплаты. То есть только в течение года, перед, знаешь, на скамейке под 5-этажным домом, выпивая пиво, такие есть мечтатели, которые рассказывают, насколько они способны, сколько они могли бы зарабатывать. Но этого даже в счет не верю. Но нормальный такой человек, просто он идет устраиваться на работу, который считает, но ему по зубам, может так я назову. И получается, если он о себе плохо думает, то у него зарплата тоже низкая, ему будет трудно, он будет работать, работать, его будут недооценивать, потому что он сам себя не ценит. Но может быть это тоже, я так подумала, что это может тоже возникать из того, что учили, что не протягиваю руку, чтобы получить что-то большее, чтобы быть скромным, да? Ну при чем тут скромность? Ну потому что не показывает, что я слишком много хочу от жизни. Я не знаю, но есть некоторые такие установки. Ну да, я говорю в меру. Если ты сам о себе думаешь, мы говорим не то. Смотри, если мы вернемся к оценке детальной, мы можем определить мои способности на работе, да? Но я в целом говорю, что по жизни, если я считаю себя неполноценным, я буду на низкой полке. Я не буду ходить в компанию успешных людей, потому что это не для меня. Я буду с неудачниками дружить. Я не пойду на хорошую работу, на хорошую школу я не пойду. Я не буду искать хорошей жены, потому что это не для меня. Это я говорю в целом, как мы себя оцениваем, высоко или низко. Но человек детально может себя исследовать и может увидеть, что вот я умею делать работу, я могу пойти вот там и там. Но смотри, есть специалисты, которые классно работу делают, а они не уверены всегда в этом. Это связано с их такой общей самооценкой, которая выражается очень часто в их отношении к самому себе. Я видел таких специалистов, которые классные, а они все равно очень низкую зарплату имеют. И они боятся спросить, а что-то лучшее. Может они еще недостаточно хорошие. Они бы хотели быть совершенными в чем-то, наверное. Ну да, это такой максимализм. Я думаю, это присущим многим людям. Да, я знаю, да. Ну ты справишься. Мне понравилось, когда мы приехали в этот город и ты начала оценивать, писать в CV или давать объявления насчет работы и цены за свой час работы. И когда ты там назвала цену не низкую, то некоторые наши знакомые, которые живут в этом городе уже много лет, сказали, да ты не найдешь за такую цену работы. Никто тебя не возьмет с такой высокой цены. Так ездить просто невозможно, да. И предлагали тебе вот они половину. Но я сказала, что я уже не пойду за такую... Да, молодец. Мне это очень понравилось. Я наблюдал вот эту ситуацию, где ты потребовал два раза больше, чем самая низкая зарплата. И посмотри, потребовалось некоторое время, потому что большинство работает на низкую зарплату. А только некоторые. То есть смотри, как в магазине. Товары низкого качества, они сходят, то есть там их большинство и они уходят быстрее. А высокое качество, то есть там время от времени приходит человек, которому важное качество. Он плачет больше денег, потому что он знает, что он плачет за качество. И, скажем, товаром будет работать у него, служит ему два раза больше. Продукт питания, он тоже на есть, но в нем будет больше витамин, чем в той пустышке, которую он кушает, дешевой. Мудрые люди, они ставят на качество. И вот пришлось подождать немножко, но оказались люди, которые звонили тебе по поводу, но не спрашивали, почему ты себя высоко ценишь. Они осознавали, что когда цена высокая, значит человек очень аккуратный или соответствует этой цене. Ну и так подходило, что ты пошла на работу и не было никаких сомнений. То есть это, смотри, это был такой очень интересный момент, который я наблюдал. И я тоже нечто подобное стал вот о себе думать. Это были тоже последние годы моей жизни. Это хорошо. Но я стал соглашаться в рабочие. То есть для меня показались некоторые условия такими, ну, недостойными меня. То есть какая-то несправедливость. И раньше я молчал, 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 а потом перестал. Я начал говорить о том, о чем я думал. И вот это тоже из самооценки. Мы сейчас такой еще перейдем к этой области. Да, просто если ты говоришь об этом уже, что бывает, что мы соглашаемся на все. Интересная мысль тоже слышала, что некоторым людям в голову не пройдет, что у других людей есть какие-то свои границы. Они просто будут брать все, пока ты мне скажешь им стоп. Да, что я не согласен на это. Или я, например, за такие деньги работать не буду. Или вот это я делать не буду, потому что я знаю себе цену. Но если ты этого не скажешь, то другие будут просто пользоваться тобой столько, сколько влезет. К сожалению, такой сегодняшний мир. И мы должны этому научиться. Поэтому то, что мы тоже уже раньше затрагивали тему ставить границы, это тоже очень связано с самооценкой. Потому что если мы не ценим себя, то мы думаем, что мы тогда можем позволить делать с собой все, что угодно. Я, кстати, нашел несколько пунктов на счет самооценки. И вот то, что ты говоришь, оно там есть. Можно я прочитаю? Давай. То есть на нашу самооценку складывается несколько таких аспектов, и о них нужно отдельно о каждом подумать. Это самоприятие. То есть то, что мы принимаем себя таким, каким я есть. Ну и мы, во-первых, должны знать о себе. То есть исследовать самого себя. Внимать себя, да? Внимать себя. То есть надо, ну, оценивать на какими-то пунктами, оценивать смыслы, там, уровень у меня, например, самообладание, эмпатия, я не знаю, скромность и смирение. Ну, что-то о себе знать, свои качества, что я умею, что мне нравится даже, там нравится мне это, а это не нравится. То есть мы должны сами себе уделять внимание и следовать самого себя. Вот на тренингах мы тоже делаем это с помощью других людей, чтобы они помогли нам посмотреть со стороны, кто я такой. И мы стираем то, кто я, и то, что я думаю о себе, и что думают обо мне другие мои друзья. Вот это все помогает нам, чтобы видеть, кто я такой. С каждой стороны себя увидеть и принять себя таким, каким я есть. Потому что там есть, ну, я что-то умею, в чем-то я классный, а в чем-то не очень. И тогда это место, над которым можно поработать. Ничего страшного в этом нет. Это как раз и не определяет нас как хороших и плохих людей, да? Вот это. Потому что вот мне кажется, что очень часто мы именно этого и боимся, что либо будет на нас клеймо хорошее, либо плохое, из-за того, что в нас вдруг обнаружились какие-то, может быть, отрицательные вещи, да? Ну вот если что-то мне не получается, значит я плохой. Но это заблуждение полнейшее. Это вот, видишь, мы сейчас даже приходим к этим ситуациям, которые проверяют нашу самооценку. Это публичное выступление. Это прямые эфиры работы с камерой. Люди этого боятся, потому что другие на нас смотрят. И если получится у меня какая-то ошибка, будут смеяться. Вот сразу в этих ситуациях мы переживаем за свои ошибки. Нам очень важно, что о нас подумают другие. А почему мы переживаем? Потому что они подумают плохо, понимаешь? И это уже не будет выносимо для нас. У человека, который нормальная самооценка. То есть он позволяет себе делать ошибки. Он знает, что я что-то делаю хорошо, а что-то мне не очень получается. Я вот знаю, в чем я хорош, более-менее. Но мой русский не так хороший, как твой. Я не буду за этим спорить. Да ладно. Да, конечно. И смотри, вот сцена публичная и, например, вот тоже камера, это такая ситуация, где вот это видно, это самооценка какая она. То есть нормальный человек, он, ну, может это тоже испытывать какое-то уволнение, но на самом деле такой сильный страх испытывают люди, у которых очень низкая самооценка. А это люди, у которых есть знания, у которых есть семья, есть люди, у которых есть должность. И они тоже могут иметь низкую самооценку, они могут бояться людей. Помните, почему люди достигают много? Это тоже из-за упорства, из-за того, что они пытаются побороть в себе плохую самооценку. Вот я сказал, я вернусь к этой цене на полках, да? Вот интересно, если мы будем исследовать себя, кто я такой, если я поставлю себя на высокую полку, то я буду иметь лучшую зарплату, лучших друзей, да? Но некоторые люди, они много достигают в жизни, вот они хотят тоже зарплату и так далее, своим трудолубием, они хотят залезть на эту полку, понимаешь, заслужить, но никогда этого сами по себе не испытывают. То есть есть люди, которые очень успешны, они добиваются, они хотят себя убедить, что я классный, хороший, не бедный, например, умный, они учатся, работают, зарабатывают, дом, машина. Они пытаются почувствовать, что вот я уже достаточно хороший, но они этого не почувствуют, потому что они берут это чувство с собой на новый уровень. И там у них опять видят, что, ага, вот другие еще богаче есть. Это конца этому нет. Но вот я вот сказал первый пункт, это самоприятие. Потом, знаешь, был такой пункт, как ответственность, то, что человек несет ответственность за свою жизнь. Это очень важно в самооценке. Он не говорит, что мне так воспитали, это такая страна, у меня условий нет, у меня физических возможностей нет, я же там больной и все так далее. Вот такое. И потом ассертивность, то есть это умение говорить нет в ситуациях, когда я с чем-то не согласен, мне что-то не нравится. Вот это тоже важный элемент этой нормальной самооценки. Да, согласна с этим. Да, я с этим согласна как раз, потому что… Еще два пункта. Да, да. То есть целенаправленность жизни и жизненные ценности. Вот это все в целом, может и чего-то больше есть, но это очень складывается на эту самооценку. Например, то, когда у человека есть целонаправленность жизнь, не просто так существует, а он планирует, он чего-то там добивается, он систематически что-то делает. Человек такой же испытывает самоуважение, да, и тогда самооценка какая? Она высокая. Она высокая. Потому что я знаю, я работаю, я планирую. А у человека, когда он такой, знаешь, ну, ко всему стремится, они которые говорят, я работаю над всем, там, знаешь, такой, ну, неопределенность. Но человека это, ну, не утверждает в том, что он что-то делает на самом деле. Ну, да, невозможно быть хорошим во всех областях жизни. Это просто невозможно. Для работы над всеми. Да, да, это, это да, это нереально. Но просто мне здесь, я обратила внимание на один из комментариев, мне очень понравилось, что когда человек понимает, что он не хуже, не лучше других, это и есть, наверное, норма самооценки. Тогда он адекватно способен оценить себя и других. Да, действительно так. Ну, то есть он такой разный, как есть разные я тоже. Не, ну, просто, да, просто дело не в том, что я как бы высшая раса, например, или какой-то, да, вот как здесь разделяется, например, общество на классы, да, богатый класс, рабочий класс или какой-то. И они себя вот из-за этого тоже чувствуют. Кто-то выше, кто-то ниже. Нет, люди все одинаковые на самом деле. Просто кто-то может что-то делать лучше, что-то хуже, но это его не определяет как человека менее ценного из-за этого, чем другой, да, человек. Это естественно, да. Ну, все-таки, посмотри, когда вот есть эта самоакцептация, да, это нормальное отношение к себе, но когда человек еще умеет защищать себя, ставить границы, да, он оберегает себя, уважает сам себя, не позволяет себя использовать, когда у него целонаправленная жизнь и когда у него есть жизненные ценности. Представь, люди даже богатые, он может иметь высокую оценку, когда он обманывает других. Ну, может быть, он так думает о себе, но я не думаю, что это хорошая самооценка, если он обманывает. Тогда он обманывает о себе. Да, потому что есть такие нормы, для него это, кто-то скажет норма обманывать, но на самом деле у человека каждого есть солисть. И когда он делает что-то в своем бизнесе, то, что, ну, является каким-то нечеловечным поступком, да, он кого-то обманывает. Люди, которые притворяются кем-то, одевают маски, они не могут испытывать самоуважение. То, что они притворяются кем-то лучшим. Вот те люди, которые понимают, некоторые понимают вот так высокую самооценку, что я в CV, вот так напишу, какой я классный, вот у меня же должна быть высокая самооценка. Поэтому я самый умный, самый способный, я все умею, у меня опыт и так далее. Он все это написал, занес вот там, скажем, и что у этого человека есть самооценка, и он высокомерный. И он лицемерный, и высокомерный, и нормальный такой. А работодатель, бизнесмен, они на самом деле не такие уже полные дураки, они же видят. Это все сразу читают, что человек о себе говорит. А если кто-то показал нормальный CV свои ошибки и то, чего он не умеет делать, и то, что ему не нравится в жизни, на что он не согласен, вот тогда появляется уважение к такому человеку, интерес уже. Он откровенно говорит о том, что я чего-то не буду делать. Я могу вот это, я в этом очень хорошо разбираюсь, а вот дисциплина у меня плохая, я могу опаздывать на работу. Если он так скажет и придет на высокую должность, и работодатель это увидит, он подумает, ну человек, у него нормальная самооценка, он не боится сказать о себе. И когда это специалист, иногда можно подстроиться под него, когда он об этом предупредил, и это есть сразу договоренность, что я могу хорошо вам работать, но я не, у меня не нарунированный график. То есть я могу опоздать, а могу посидеть потом свободнее побольше на рабочем. То есть все это видишь, человек такой, но с уверенностью в самооценке, он не будет обманывать, он честно будет говорить, и это в его пользу будет работать. А вот человек, который допускает этот обман, он не может сам себя уважать, вот так. Ну вот в случае, когда у нас низкая самооценка, что делать, чтобы ее... Ну вот я этот последний пункт, я сказал о этих нравственных нормах, ну представь себе, человек, который курит, он может иметь высокую самооценку. То есть это один из пунктов, таких есть много, но просто это человек, который сам себя не уважает, не ценит своей жизни, он сам себя причиняет вред. То есть это такие противоречивые сигналы, он не заботится о себе, у него что, нормальная самооценка? Ну нет, скорее всего. То есть если человек хочет повысить свою оценку, он может посмотреть на свои нормы, на свои нравственные нормы, и на свой образ жизни. Если он начнет заниматься зарядкой, суть не в результатах даже, чего он там добьется. Но это сам вот факт, что он чем-то занимается, он планирует, он оберегает себя, заботится о своем здоровье, у него будет нормальная самооценка. То есть он может вот таким образом поднимать свою самооценку. Тем, что он несет ответственность за свои поступки, он не перекладывает ответственность на других. Согласна. Тут я просто пролистала вот один комментарий, который тоже я хотела затронуть этот момент. Я думаю, что очень интересный вопрос, только его попытаюсь найти. Вот. А если человек думает, что он чего-то стоит, но в действительности это не так, может тогда из двух зол лучше себя недооценивать? Я задумалась над, корректно ли поставлен вопрос. Он может думать, что он чего-то стоит, но на самом деле это не так. Но не считаешь ли ты, что любой человек чего-то стоит? Сам по себе, его жизнь имеет. Потому что в целом, да. Но просто если мы говорим о рабочем, о чем-то конкретном, то тогда может уже возникнуть вопрос. Он может слишком много думать о себе, насколько он специалист. А это не так. И потом будет разочарование, он поработает и докажет всем, что он заслуживает низкие зарплаты, а не высокие. Это еще он написал в CV очень много о себе, а это было не соответствует действительности. То есть это будет видно со временем. И будет корректно вот такого человека. Ему придется сесть ниже. То есть вот это само внушение, о котором мы говорим, что я себе просто говорю, я классный специалист. Я очень красивый, я умный. Вот это само внушение может сработать, что он пойдет на высокую должность, договариваться. Но это не будет постоянно в его жизни. Потому что он себя внушил, он себя обманул, временно поверил, скажем. Но жизнь, она разоблачит его, покажет, кто он такой. То есть на самом деле суть в том, чтобы быть честным самим собой. То есть если вернуться к вчерашней теме, внимать себе, во-первых, уметь себя слушать, да. Вот посмотреть, кто я на самом деле. И в этом тоже могут помочь и другие люди, да. Например, друзья, то, что ты говорил, что спросить других, что они о нас думают. Вот чтобы честно сказали о наших хороших или не очень хороших качествах. Ну, может даже не то, что положительных, отрицательных. Если мы сами собой честны и мы видим, кто мы на самом деле, то тогда мы не будем думать о себе больше. Потому что мы честно будем признавать, что в этой области я именно такой. А в этой, может быть, у меня что-то лучше получается, да. Поэтому люди, которые внимают себе, как мы вчера говорили, которые фокусируют свой взгляд на самом себе. Не так, что они самолюбивые, нет. Я для того, чтобы делать самоанайз, иметь представление о том, кто я такой. Я нормальный, классный парень, у которого есть и плюсы, и минусы. Вот это важно увидеть в себе и принимать себя таким, каким я есть. И свои плюсы использовать как двигатель для того, чтобы работать над минусами. То есть вот я знаю, как я могу свой потенциал использовать. Куда мне не лезть, например, потому что мои качества... Но я просто тоже с годами, например, наблюдал за собой, на какой работе я могу быть успешным, а какой нет. То есть где мне лучше. То есть каждый человек может себя исследовать. То есть места, где мне будет трудно. А есть такие места работы, где я могу процветать. И вот мои минусы, они там не мешают. Вот этот момент, что мы можем лучше себя использовать, если мы сами себя понимаем. Люди слишком мало думают о себе таким образом, что они анализируют себя и думают, кто я на самом деле и как я могу над собой работать. То есть там над конкретными вещами они должны видеть, что могут работать. Да, то есть я думаю, что это очень важно подчеркнуть, что самое главное вот быть честным самим собой. Не обманывать себя и не внушать себе того, чего на самом деле нет. Но понимать, что все-таки каждый из нас ценен только потому, что мы существуем, что мы родились, что мы люди. Мы красавцы. Это да. Это да. Видишь, если повернется еще к этой самой… А, уже 50 минут у нас. Как это бежит время? Да, вообще. Я заключаю уже. Ага, давай. К этим нашим установкам, которые мы получили в детстве, которые оценивали нас как человека. Женщина, девушка смотрит в зеркало и она там себя видит страшной, уродливой, некрасивой. Но это не так очень часто. То есть это не соответствует действительности. Это очень часто проблема внутри. Потом человек смотрит на себя или думает о себе и он недостоин лучшей жизни. Или женщина думает, я возьму, пойду за этого человека замуж, потому что меня другой уже не возьмет. Она вступает в брак такого низкого качества. А человек уверен, нет, 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 я достоин лучшего. Я подожду лучше, но у меня будет классный муж. И у меня друзья, которые меня обманывают и используют, мне не нужны. Лучше я буду одинокий, но зато буду уважать себя. Я буду комфортно жить сам собой. Но люди, которые ценят себя, они подождут немного больше. Они не берут все, что подряд первое в руки попалось. И у них тогда и хорошие друзья, хорошая семья, хорошая работа. И я бы хотел в конце обратить внимание на многих людей, у которых есть высокие нравственные ценности. Это люди, которые служат Богу на основе христианских принципов. В Библии мы читаем 1 Коринфянам 6,20, что мы куплены дорогой ценой. Вот если я, например, сидел бы в тюрьме по какой-то причине, ну несправедливо скажем, да, и появился хороший человек, который заплатил за меня 10 миллионов долларов и освободил меня. Как я бы себя чувствовал тогда? Я бы себя чувствовал на 10 миллионов долларов. Но мы можем представить себе, что христиане куплены, то есть там Иисус говорит, дорогой ценой. То есть это намного больше, чем 10 миллионов долларов. Только мы так не рассматриваем себя. И интересно, что вот в Агея тоже говорится 2.7, что Бог ищет своих служителей в этом мире, сокровища их называет. Вот если я буду оценивать себя с точки зрения Бога, с точки зрения Библии, то я сокровище на самом деле. Но если мы соблюдаем, я говорил об этих жизненных ценностях, если несмотря на то, что мы живем в таком мире, я честный человек, я говорю правду и я от этого страдаю. Есть люди, которые готовы сидеть в тюрьме ради своих убеждений. Это люди самого лучшего качества в этом мире. Это золотые люди, богородные, как золото. И они ценятся. Каждые вот эти люди, которые так живут, согласно этим принципам, у них есть основание иметь, быть уверенным в себе, что у них должна быть высокая самооценка. Они сокровища, они как золото. Я так подумала, что тоже уловка противника Бога внушить нам, что мы ничего не стоим. И показать, что мы недостойны именно той высокой цены, которая за нас уплачена. Но если мы лично к себе это применяем, и мне очень нравятся тоже слова из Библии того же апостола Павла, который ты процитировал тоже его слова, что Иисус отдал свою жизнь за меня, не за нас, не за человечество, а за меня, то тогда я вижу ценность именно себя. И это помогает нам правильно посмотреть на себя. Именно правильно. Не завышать свою цену, но увидеть, что мы на самом деле очень ценны. Ну, в заключении. Вот если человек читает Библию, у него важное мнение Бога, он хочет соблюдать его волю, то человек обязан смотреть на самого себя с точки зрения Бога. То есть мы на других людей, верующие, обычно люди смотрят на всех очень, всех уважают, смирение, уважение других. Мы ставим выше себя, да, а себя очень низко иногда ценим. Но на самом деле мы должны на себя посмотреть с точки зрения Бога. А он говорит, что мы сокровище, мы золото. И мы должны таким образом себя ставить на самую высокую полочку. Мы достойны очень хорошего, лучшего. Мы получим это или нет, это неважно. Но мы этого достойны, потому что так смотрит на нас Бог. Мы должны этому... И это должно быть самым основным фактором, который влияет на нашу самооценку. Тем более, добрующе, речь идет о тех, которые живут согласно этим нормам. Да, и тогда, как ни странно, если мы ставим себя на эту самую высокую полку и ценим сами себя, то умеем тоже правильно оценить других. Это совершенно не влияет на то, что мы начинаем быть самоуверенными, гордецами и так далее. Нет. Если мы умеем правильно и честно оценить себя и понимаем, что мы ценны и мы сокровища, то мы на других людей тоже так будем смотреть. И давать им это чувство, и таким образом мы можем тоже помочь другим людям поднять их самооценку. И мы этого всем желаем. Я думаю, что уже пора заканчивать. Завтра придет очередная интересная тема. И другие наши драгоценнейшие друзья, зрители. Вы достойны очень много. Намного больше, чем вы сами об этом думаете про себя. И я здесь уверен в этом. Глубоко в этом уверен. Это точно. Придет время, что мы сами в этом убедимся, получив награду, которая будет нас шокировать, когда мы получаем от Бога награду, которая окажется настолько огромной, где мы просто откроем рот от удивления. Хорошо. Давай. Всем хорошего настроения. До завтра вечером в это время мы встречаем. Спасибо вам, друзья. И спасибо тебе, Влад. И тебе спасибо. Всем пока.